Мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить некоторые вопросы подготовки к защите курсовых работ и подготовки презентаций для выступления. Это в большей степени касается студентов второго курса бюджетной программы, потому что только этот курс в мае защищает курсовые работы, а остальные в декабре этого года. Кроме того, у нас впереди еще разговор с выпускниками, которые готовятся к защите работы. Одна группа в январе будет защищать, другая группа будет защищать в мае выпускные работы, но для них будет дополнительная консультация о подготовке к предварительным обсуждениям. То есть мы будем обсуждать, что значит предварительное обсуждение работ, которые предусмотрены в мае, для того, чтобы обсудить состояние дел, выявить, какие возникают трудности и проблем, обозначить помощь, которая нужна. И в мае мы будем с каждым конкретно встречаться и обсуждать, но перед этим проведем отдельную консультацию. Сегодня, в большей степени, как я сказал, это важно, и сегодняшний разговор важен для студентов второго курса, которые выходят на защиту курсовой работы 20 мая. Безусловно, это может быть полезно и для всех оставшихся, потому что при защите надо выступать, готовить презентацию. На что хотелось обратить внимание. Сперва я выскажу свои некоторые рекомендации, потом отвечу на ваши вопросы. Если будет время возможности, то мы еще организуем нашу встречу по курсовым работам и выпускным работам в формате вопрос-ответы. Вопрос-ответы, где вы задаете вопросы, а я отвечаю на ваши вопросы. Итак, что касается защиты курсовой работы у бюджетной группы второго курса. Вы защищаете 20 мая. В прошлом году, это сегодняшние третьи курсники, защищали в октябре прошлого года. Мы уже говорили, что, в принципе, это не очень удобно получилось, так как все лето было испорченным. Все сидели до последнего момента, дописывали, додумывали, возвращались в дачу. И все лето было взбудоражено курсовой работой. Поэтому мы решили изменить практику. Всегда на первую курсовую работу выделялись два семестра. Осень начинали, а весной защищали. В новом плане мы сделали три семестра и оказалось не совсем оправданным. Поэтому мы исправили ошибку, как нам кажется, это была ошибка. И сделали, что вы должны защитить именно перед летним отпуском, в мае. С какими ошибками мы столкнулись в октябре этого года и часто вообще при защите первых курсовых работ. И не только первых курсовых работ, но и в принципе все курсовых работ. Первая ошибка это то, что студенты не всегда хорошо, как мне кажется, владеют и умеют преподнести материал курсового исследования. Как это отражается? Это отражается просто чтением текста. То есть готовят доклад на основе своей курсовой работы и его начинают читать. Сразу хочу сказать, что как меня, так и всех членов комиссии это очень раздражает. Если человек читает текст, то это свидетельствует о том, скорее всего о том, что недостаточно студент владеет материалом. И в этом году у нас и при защите выпускных квалификационных работ были случаи, когда некоторые студенты, не имея опыта публичного выступления, потому что в некоторых случаях разрешалось в порядке, где-то может быть исключения, когда нет возможности приехать в университет, защищать через интернет, вот в том формате, как мы сегодня сидим. И когда студент сидит за экраном, перед монитором, он начинает зачитывать текст. Может быть это не всегда видно, но как-то очень слух раздражает. И в октябре прошлого года, защищав свою первую курсовую работу, студенты третьего курса, тоже в немалой степени пытались читать текст. Вот. Это очень плохо. Какая рекомендация? Первое, это надо хорошо знать материал курсовой работы. К сожалению, по теоретической части, нередко бывает, что студент сделал определенную компиляцию с различных источников. Текст не проработал. А в прежних консультациях мы обсуждали вопрос, как осуществлять теоретический анализ проблем исследования. Безусловно, этот разговор надо продолжать. Надо дальше объяснять, как это делать, как отражать этот анализ. Вот. Но получается, что нередко студент делает компиляцию с имеющихся текстов, плохо их освоив. И потом, когда нужно представить, он пытается зачитывать заготовленный текст. При первой курсовой работе, ведь только теоретическая часть, не требуется эмпирическое исследование. Это теоретическая работа. Когда будет вторая курсовая работа, сегодня здесь сидят те, кто пишет вторую курсовую работу, вы увидите, сколько времени займет эмпирическая часть исследований. Вот Иван сидит и сегодня обрабатывал анкеты, наверное, может выразить свои ощущения, сколько та же обработка одной анкеты иногда может потребовать времени. Если возьмет сам актуализационный тест, в котором 120 вопросов и 14 шкал, и в каждую шкалу входят вопросы из всего опросника, то собрать эту информацию, правильно обработать и получить определенные количественные показатели не очень просто. Не очень просто даже уговорить сокурсников ответить на вопросы. Кто это пытался, тот уже столкнулся, что не ликоса, а брадан. И так во второй курсовой работе мы приобретаем очень важный опыт сбора данных, их обработки, анализа, результата. Ну вот Иван сам поднимает руку, наверное, хочет что-то сказать. Бронис Бронис Бронис, я просто хочу вас поддержать. Здравствуйте. Дело в том, что, ребята, да, действительно, эмпирическая курсовая работа несколько раз сложнее, чем теоретическая, которую вы пишете сейчас. Мне казалось в прошлом году, что теоретическая курсовая – это очень сложный такой материал, который неподъемен. Но сейчас, столкнувшись с эмпирикой, Бронис 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 знает, что у меня не весь материал еще собран. Вот материал весь соберется у меня до 10 мая. Я не знаю, возможно ли это. Еще не спрашивал. Просто вот сегодня пробовал обработать сад действительно и понял, что данная работа, она, да, она очень интересная. И прощупать ее, может быть, даже и полезно уже вам, вот, на сегодняшнем этапе. То есть кого-то протестировать и обработать все эти тесты, которые вы упоминаете в своих курсовых, поскольку дальнейшие исследования будут строиться на методиках, которые вы уже описали в теоретической работе. И мне бы очень хотелось вам предсоветовать, поскольку действительно у сады, по-моему, 14 или 17 шкал, вот, сегодня один сад попытался обработать, и то не до конца у меня это, к сожалению, получилось. Надо навык нарабатывать, поэтому, если у кого-то, вот, есть сад, то нарабатывайте навыки, потому что просто так это не приходит. Бронис Бронис Бронис. Ну, а кто-то утром говорил, да-да, я попытаюсь обработать, а я говорю, подождите, не торопитесь, сделайте первый шаг, и вы увидите, что это не так просто, кажется так. Вот, вручную, если обработать 30 тестов, 120 вопросов, а они по разным шкалам разбросаны, найти там, правильно посчитать баллы и так далее, это большая работа. То есть, что этим хотим сказать, что во второй курсовой работе, где есть эмпирическая часть, уже не столько времени остается для теоретического анализа проблем исследования. Там уже головная боль найти выборку исследования, с кем-то договориться, собрать данные, их обработать, обработать, грамотно представить, проанализировать, осуществить интерпретацию результатов. Сколько уже новых задач возникает. Поэтому, еще раз я подчеркиваю, что при первой курсовой работе, пока голова не болит по эмпирическому, этапу исследования нужно максимум начитаться литературы. Кроме того, в прошлый раз я говорил, что важно много статей читать, желательно вот эти прочитанные материалы кому-то рассказать, проговаривать их. Естественно, надо читать с карандашом руки, надо их, скорее всего, даже как-то законспектировать. Потому что это, может быть, более эффективный способ запоминания информации, сделать себе пометки. Может быть, какую-то схемку нарисовать, которая поможет вам схватить мысль, идею и так далее. Вот, то есть, если мы хотим грамотно представить во время защиты теоретическую часть, мы должны прежде всего хорошо владеть самим материалом. Начитаться, насмотреться, то есть найти разные типы материалов. Как мы говорили, монографии, научные статьи, диссертационные исследования, авторефераты кандидатских диссертаций и тому подобное. Если мы этого не сделаем, то мы не сможем свободно оперировать данными материалами во время защиты своей курсовой работы. Мы должны по этой проблеме очень легко и много говорить, свободно говорить. Для того, чтобы более свободно говорить, нужно проговаривать эти материалы. Очень полезно себе найти напарника и с кем-то говорить. Чем больше мы проговариваем, тем больше пользы для нас. Но хуже этого никогда не будет. Проговорите друг другу, задайте вопросы. Друг друга выслушайте. Это лучше сделать дома, самостоятельно, через скайп с друг с другом, да, пообсуждать, чем потом краснеть и белеть во время защиты работы. Поэтому очень важно, первое, это написать текст выступления. Текст выступления. На выступление отводится 7-8 минут. Текст надо написать и обязательно его проговорить. Читать текст крайне не желать. Были случаи, когда из-за этого мы явно снижали оценку, потому что за экраном человек читал, потом обиделись, и даже кто-то ушел из университета из-за этого, что мы поставили тройку. Но было ощущение точно, что человек читает. А мы должны учиться рассказывать. Защита курсовой работы – это тоже развитие речевых навыков. Мы как психологи готовимся к коммуникативной работе. Мы то с нашими клиентами, нашими пациентами будем разговаривать, обсуждать. Мы должны уметь выслушать, уметь ответы, да, уметь найти контакт и тому подобное. Поэтому защиту курсовой работы мы и рассматриваем как очень важную учебную задачу публичного выступления. И неоднократно мы сталкиваемся с ситуацией, что те, у кого контакта меньше публичного выступления, кто постоянно защищает свои работы или выступает через интернет, вот как в теперешнем у нас формате, нет зрительного контакта такого, как в аудитории, испытывают стрессы во время защиты. Поэтому мы ввели правило, что на защиту надо приезжать в университет. Обязательно. Только в исключительном порядке, только в исключительном порядке мы разрушаем интернет. Потому что отсутствие контакта, зрительного контакта, отсутствие как бы фона аудитории, участников и так далее, да, естественно не дает того полного ощущения публичного выступления. И навыки так не формируются. Потом во время защиты, во время защиты выпускной квалификационной работы, во время госэкзамов, испытываем большой стресс от этого, что у нас нет таких навыков, откуда они будут, если мы прячемся за камерой, за монитором и не выступаем. Поэтому имеете в виду, что на защиту надо будет приехать, и только в крайнем случае мы в индивидуальном порядке по заявлению разрешаем защиту через интернет, но в крайнем случае. Итак, напишем текст выступления. Да, Ирина, давайте по ходу буду. Алло, меня слышно? Да, да. Да, слышно. Алло, Броня Бронич, меня слышно? Да, слышно. Да, Ирина, слышно. Добрый вечер. У меня такой вопрос. А что должно войти в доклад к защите курсовой работы? Сейчас мы будем опросить. Да, будем опросить. Хорошо, спасибо. Хорошо. Значит, есть некоторые отличия первой и второй курсовой при защите. Так как во второй курсовой работе уже имеются эмпирические данные, и всех больше интересует, что вы лично сделали. А времени мало. Максимум там до 10 минут. Поэтому в таком случае уже мы говорим, пока теоретическую часть оставьте, а давайте обсудим именно то, что вы лично сделали. Представьте, эмпирическую часть исследований. Это во второй. В первой, так как нет эмпирической части, безусловно, мы основное внимание все сосредотачиваем по поводу теоретической части. Есть две части. Есть введение и основной текст курсовой работы. В первой, по рекомендации Сергея Сергеевича Кургиняна, состоит из двух частей. Первая глава – это теоретический анализ, а вторая глава – это методы исследований. Иногда во второй курсовой мы пропускаем вторую главу. Первая – это теоретический анализ, а вторая глава – это эмпирический исследований. Так как у вас будет первая, если работа, да, курсовая для первого, для второго курса, действительно вам нужно и введение будет представить, и основном это главу номер один. Во введение вы знаете в ходе следующий компонент. Актуальность проблем исследования. Объект, предмет, цель, задачи, методы, методики. Ну, гипотеза исследования, правда, при теоретическом некоторые обходятся без гипотезы. Сергей Сергеевич приветствует наличие гипотезы. Вот эти основные компоненты. Но, скажем, времени на это не так много выделяется. Здесь один из главных – это актуальность проблем исследования. Мы на именно этом этапе исследовательской работы должны научиться представлять план проспект нашего исследования. А потом уже, что мы получили в основе теоретического анализа проблемы исследований. То есть вводная часть более расширенная, чем при второй курсовой работе, да, так как у нас только теоретический анализ в основном, да, и по первой главе, что мы читали и тому подобное. Вот. То есть мы пишем текст. Текст своего выступления мы обязательно должны проговорить. И проговорить не один раз, а проговорить как можно больше раз. Импровизация очень хорошо. Но импровизация хорошо дается, когда мы хорошо владеем материалом. Когда мы плохо владеем, и мы думаем, что мы сможем произнести выступление вот сходу, это вряд ли удастся пока у вас на данном этапе обучения. Когда люди уже много раз выступали и так далее, им даже никакие конспекты не нужны. Здесь важно, да, сперва написать конспект своего выступления, его проговорить, этот текст выступления проговорить много раз. Можете проговорить в одиночку, в зеркало, другу проговорить, родителям проговорить и так далее. Потому что когда мы защищаем курсовую, ведь мы не молча защищаем, мы говорим, проговариваем, правильно? Поэтому дома обязательно нужно проделать такую репетицию. Чем больше мы проделаем, тем лучше. И не надо стесняться это дело. Вообще в нашей жизни, чем больше мы говорим, тем больше мы развиваемся. Заодно мы развиваем свое мышление. Чем больше мы молчим, тем хуже для нас. Ведь тот проект, который мы начинали в прошлом году, в этом году продолжали с профессором Натальей Борисовной Шлыковой по развитию речи, он на это тоже был направлен, чтобы мы говорили, говорили, учились выражать мысли, осваивать определенные обороты, задавать вопросы, задавать как можно больше разных вопросов, ну и так далее. Потому что в жизни мы очень много страдаем от того, что бывают неразвитые навыки, недостаточно развитые навыки общения. Ведь мы друг с другом поддерживаем отношения в основном через общение. Если мы стесняемся, если мы тревожимся, если мы переживаем, а как сказать, правильно ли я сказал, а правильно ли меня поймут и так далее, то мы ничего не сделаем. Никогда не установим хороших, доверительных, теплых отношений. Вот так. Поэтому эту задачу выступления при защите пульсовой работы надо воспринимать как учебную задачу. Сейчас я включу. И обязательно как можно больше проговорить. Надо иметь в виду следующее. Если нас сопровождает неудача, то у нас возникает страх перед следующим выступлением. Надо сделать все, чтобы при защите курсовой работы не возник страх, негативное ощущение, переживание во время выступления. Надо максимум сделать так, чтобы мы получили удовлетворение от своего выступления. После этого нам хочется выступать, мы не боимся, мы преодолеваем страхи и так далее. Если у нас будет негативный опыт первого такого выступления во время защиты, то в следующий раз он нам напомнит эта ситуация, этот страх, да, и мы уже будем бояться, может быть, выступать при защите второй работы, публичных выступлений и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Хотите, чтобы у нас было хорошее лето, мы смогли отдохнуть. Но поймите, в условиях наступающей сессии, то есть у нас буквально 20-го защита, а 21-го у нас первый зачет по психофизиологии, то есть времени на какую-то самодобавлительную самоподготовку и просто восстановление сил у нас уже не будет. Всё это будет очень и очень скомпанное. То есть мне кажется, когда-то эффективнее было бы всё-таки проводить вот сегодня защиту, поскольку нету сессии, ещё можно сдавать и текущую работу, то есть может быть как-то нам все вместе поговорить. Окей. Категорически нет. Категорически нет. Иван сам скажет, когда мы в сентябре говорим, что-то надо сделать и так далее. Нет, 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 до 25-го октября нас не трогайте. И так сентябрь, октябрь из-за курсовой работы были полностью парализованы. Это первая курсовая. Это ещё не всё потеряно. Будет вторая, третья. И там уже можно будет доделать. Это бесконечный процесс. Но мы что, хотим парализовать всё лето? Иван, вы сами расскажите, когда мы к вам обращались, вы говорили, не трогайте, это 25-го октября. Два месяца так и ушло. В ноябре уже начались учебные дела, срочно декабрь и так далее. И у вас весь... Да, Иван. Да, Бронис Броневич. Я на 50% поддержу Татьяну, на 50% вас. Поскольку у нас, именно у нашего курса, получилось так, потому что нам дали неверную информацию о том, что Сергей Сергеевич находится в отпуске и не отвечает студентам. Вот у нас была такая неверная информация, поэтому все к Сергею Сергеевичу винулись только в сентябре, и поэтому активная работа пошла в сентябре. Поэтому вот была такая информация. Но действительно, я поддержу Таню, что в сессию не очень хорошо защищать курсовую, поэтому этот момент нужно как-то продумать. Да, действительно, мы два месяца занимались чисто курсовой, сентябрь и октябрь. Но нам нужен какой-то промежуток, чтобы сдавать и сессию, потому что если вы нам поставите, допустим, защиту вместе с сессией, то это будет очень-очень сложно, и больше уйдет на защиту, чем на сессию. Все, Иван, отключаю микрофон, я не согласен. Категорически не согласен. Почему не согласен? Потому что у курсовой мы знаем значительно раньше. Это не экзамен, когда мы не знаем, какой будет экзаменационный билет, и определенный стресс вызывает. Это то, что мы в течение года шаг за шагом готовимся, и не нужно в последние дни сделать так, чтобы все бросить, неделю заниматься курсовой и парализовать всю зачетную работу. По положению о защите курсовых работ в вузах, в нашем университете, во всех учебных заведениях, курсовые работы защищаются до зачетно-экзаменационной сессии. Это норматив. Так предусмотрено нормативными документами, то есть до зачета. Поэтому и 20-го установлено. Вот. Это никак не парализует ни зачеты. Кроме того, учитывая, что если успеваемость во время зачетов была высокой, много работали, преподаватели отмечали, видели, то зачеты вам имеют право поставить автоматом. Поэтому здесь с 21-го по 30-го мая сдача зачетов это не столь сложный процесс, если в течение всего семестра мы работали и работали усердно. Это не экзамены, где мы должны вытягивать экзаменационный билет и не знаем, какие вопросы нам выпадут. Да, это стресс определен. Вот. То есть, подвожу итог. Курсовая известность заранее, характер работы известность заранее, предполагаемый результат, к чему мы должны идти, примерно известно. Поэтапная подготовка это тоже известно. Мы сегодня обсуждаем, сегодня 28-го апреля, а защита 20-го мая. То есть, времени еще достаточно, и то, что мы сегодня проговариваем, это достаточно для того, чтобы еще спланировать, грамотно построить подготовку к защите работы. Это не выступление на 2 часа, как преподаватель, что надо выучить столько нужных слов, да, чтобы 2 часа говорить слитно, складно, еще эмоционально. Надо вам на 7 минут подготовить выступление, правильно, для защиты. А работу сделать до 30-ти страниц, это не такая уж суперогромная и большая работа. На 2-й работе вы увидите по эмпирической части, что там значительно сложнее, и на фоне 2-й 1-я покажется это очень простым упражнением. Да, Оксана. Добрый вечер, меня слышно? Да, слышно. Добрый вечер, Бронис Бронич, добрый вечер, ребята. Бронис Бронич, значит, в моем сторону очень много звонков со стороны студентов по поводу курсовой работы. Дело в том, что в определенной переписке многие студенты не получили конкретного ответа от Сергея Сергеевича, Кургиняна, когда будет курсовая работа. И по-прежнему он говорит, что это вопрос открытый. Поэтому, пожалуйста, еще раз нам подтвердите, что... Вопрос не открытый. Вопрос закрытый и не дискутируется. Защита курсовых в соответствии с положением о защите работ производится до зачетной экзаменационной сессии. Если хотите, я дам телефон провектора по учебной работе, и она вам ответит. Все деканы вам это ответят, что защита идет только до зачетно-экзаменационного периода. Кто не защитил, да, мы имеем право продлить на основе заявления. Тот, кто не защищает вовремя, он приходит в комиссии и объясняется, почему его работа не готова. То есть, двадцатого, кто не готов, тот должен прийти, должен выступить, объяснить, показать имеющиеся материалы и получить разрешение комиссии на продолжение работы. Поэтому вопрос решен, он не обсуждается, и двадцатый такое окончательное число. Двадцатого мы защищаемся. Вот. Поэтому это не такая суперсложная работа, из-за которой надо делать трагедии. Выбранной проблеме начитаться литературой это одно удовольствие. Надо читать психологическую литературу. Надо получать удовлетворение от чтения профессиональной литературы. поэтому это не то, что что-то делать неинтересное, то, что ради просто фиксации там типа реферат написать, отчитаться, за что. Мы, как и говорил, должны выбрать были проблему, которая нам очень интересна, без которой мы жить не можем, который ставит основу для дальнейшей нашей работы. И каждый должен получать удовлетворение от работы над этой проблемой следует. Вот. Поэтому, если неправильно планировать, безусловно, мы себя загоняем в тупик. Вот. Сегодня у нас была лекция, но мало кто подключался по поводу тревожности в учебном процессе из психологического центра сегодня читали. Вот. И про это много сегодня говорили. Да, Анастасия. Да, здравствуйте, Брэн Брэнь, здравствуйте, ребята. Я вот что хотела спросить, Брэн Брэнь, Владимир Владимирович, а вот Вы говорите, подготовить наступление к защите, это нужно сделать в формате PowerPoint, в формате презентации? Да, дальше будем касаться уже подготовки презентации. Да, ну а вот презентация, насколько слабее должна быть рассчитывать? Сейчас объясню. Кроме того, скорее мы сделаем следующее, что до защиты мы проведем такую студенческую конференцию с выступлениями, с презентациями, с задаванием вопросов, с обсуждением и порепетируем к подготовке защиты работы. То есть мы часто это делаем, когда выходим на защиту выпускных квалификационных работ. Мы проводим консультацию по подготовке, мы проводим студенческую научно-практическую конференцию, онлайн-конференцию, желающие выступить, заявляют, готовят презентацию, выступают. Во время выступления, после выступления мы задаем вопросы, обсуждаем и так далее. То есть можем посмотреть выступление другого, можем сами выступить и приобрести очень полезный опыт. И потом выйти на официальную защиту. Поэтому мы предусмотрим и вам напишем, кто заявит, хочет выступить. Лучше выступить, чем не выступить. То есть пройти определенную репетицию, друг другу что-то посоветовать. То есть это как учебная ситуация. после этого будет проще и легче выступать уже в аудитории. Вот так. Я еще раз хочу обращать внимание, не надо делать трагедию искусовой работы. Я напоминаю, что это творческий процесс и он бесконечный. Бесконечный. Я помню по себе. когда писал кандидатскую диссертацию, вот, а моя диссертация была связана с методами активного обучения, деловые игры, разыгранных ролей, анализ конкретных ситуаций, тренинговые методы обучения, игровое, имитационное моделирование. Это очень интересные такие учебные методы, которые активизируют и мышление, и поведение обучающихся, как школьников, студентов и так далее. Я помню по себе. Когда я, чем я больше вчитывался, тем иногда казалось, тем меньше я знаю. Вообще, когда была аспирантура, тогда три года я мог заниматься с утра вечера только своей проблемой исследования, я полтора года начитывался. Читал, смотрел, не вылезал из ленинской библиотеки, вел картотеку, выписывал, сканеров не было, копировал и так далее. Это был очень интересный процесс, даже интересно вспомнить, тогда не было еще интернета и компьютеры была большая редкость и так далее. Все мы от руки выписывали на машинке печатали, не на компьютере. Так на машинке печатали свои диссертации. Так вот, чем больше я читал, тем казалось, что я меньше знаю. И мне все хотелось еще это, еще это, еще это. и научному руководителю я всегда говорю, подождите, я еще это хочу, я еще это хочу. Он говорит, нет, все хватит, говорит, вот, кандидатом вы обязаны быть, а доктором наук не обязательно. Вот, вам надо остановиться, оформить, защитить, потому что можно писать всю жизнь и не защитить. Защищаетесь, дальше принимайте решение, будете дальше углубляться, не будете, это дело ваше. Но здесь надо поставить, так и здесь, так и в этой курсовой работе. Это бесконечный процесс углубления. Хорошо, что есть стремление как можно глубже и лучше понять проблему, мы это приветствуем и так далее. Но из этого не надо делать трагедию, что, ну, дай бог, радоваться надо, если вы там будете переживать, что я чего-то недочитал. Но редко мы это наблюдаем, мы больше наблюдаем, что компиляцию текста, а не глубокую проработку проблемы следует. И не надо откладывать формирование текста там по конец и так далее. Вот сегодня была предзащита магистрских диссертаций. И одна магистрантка нашего университета пришла на предзащиту еще не собрав текст. Она говорит, я еще не успела сделать, а защита 25 мая. Вот. То есть, ну, трудно сказать, лентяйка это. Или она как-то неправильно планирует собственную деятельность. Понимаете как? Еще раз, это бесконечный процесс. Где-то нужно остановиться. Надо оформить результаты своего анализа, изучения, чтения. Кто там знает, что вы еще хотите и это, и это, и это. Мало чего еще хочется. Не надо делать трагедию, надо поставить точку, возле сказать, да, вот этим я сейчас ограничиваю, у меня еще будет вторая курсовая работа. Вот там я еще покажу, чего я не успел. Это очень важно, поймите правильно. Иначе, ну, всегда я рад, если это действительно с глубокой желанием читать, изучать и так далее. Но нередко те, которые кричат, что я не успею, я не сделал, когда начинаешь во время защиты обсуждать, он не может ничего нормального сказать. Только одни были в оплету, да, бог? Вот. А не то глубокое, я понимаю, что если было глубокое понимание текста, человек мог сказать, я целый час могу говорить по этой проблеме, я готов пойти навстречу, сказать, хорошо, читайте дальше, раз вы так глубоко работаете. молодец. Но очень редко так бывает. Кто чаще всего, громче всего кричит, чаще всего у него проблема, что ничего не делал. Вот. А тот, кто делал и честно работал, должен понимать, что да, это бесконечный процесс, да, я должен сейчас соблюсти временные рамки, я должен завершить этот этап, я к нему вернусь, после 20 июля, там или июня, когда закончится экзаменационно. Вот после экзамена садитесь хоть с утра до вечера, читайте, чего не вычитали до защиты до 20 мая. Ради бога, хоть не вылезая из библиотеки, но 20 мая это окончательная дата. Вот. Поэтому понимаем, что нужно завершить, поставить точку, защитить работу, дальше сдавать зачеты, зачеты я сказал, что означает, что если мы работали усердно, то мы имеем возможность получить автоматом, это не экзамен, а потом приступаем к сдаче экзаменов. Если мы переносим нашу защиту курсовых, у кого-то вовремя не сделаем, имейте ввиду, что вы парализуете сдачу зачетов и экзаменов. Потому что пересдача будет не 20 июня, а будет 21-22 июня. 20 июня закончатся экзамены, 21 июня будет срок сдачи курсовой работы. Вот тогда и начнем плакать, что у нас были экзамены, а мы не успели, тогда придется и экзамены доделывать, сдавать точнее, и еще курсовую дописывать одновременно. Поэтому вот сейчас еще есть время, это время нужно правильно спланировать, сделать максимум все, чтобы 20 июня завершить защитой своей курсовой работы. Это не столь сложная задача на данном этапе. У вас будут посложнее задачи. И вы увидите, что там потребуются уже другие знания и силы. На фоне будущих задач это примитивные задачи. И поэтому сейчас не надо делать никаких паник, не надо паниковать. Дальше. Естественно, что выступление должно сопровождаться презентацией. То есть без презентации мы не выступаем. Обязательно должна быть презентация. Какие ошибки возникают в презентации? Почему должна быть презентация? Мы формируем навыки подготовки презентации. Технологии методики самоорганизации и информационной технологии в психологии, в информатике. Татьяна Вадимировна Григорова учит подготовить презентацию. Но там каких-то особых задач не ставится. Сейчас конкретная задача по результатам курсовой работы подготовить презентацию. Что здесь нужно иметь ввиду? Презентация не должна быть такая лепестковая, ярко-красочная и так далее. Она должна быть максимум сдержанной. Она должна быть классическая, ни одного лепестка, ни одного там осеннего ветра и так далее. То есть максимум избегать отвлекающих различных факторов. То есть максимум классическое, спокойное, не отвлекающее внимание. Желательно, чтобы презентации были какие-то колон-титулы или какие-то логотипы, в частности, МГППУ нашего университета, факультета, кому мы принадлежим как университете, мы учимся. Где мы учимся? Чтобы было видно по презентации, где выполнена работа. То есть логотипы университета, факультета. Никаких лишних линий, никаких лишних лепестков. Постельные тона, спокойные и не черно-белые. То есть не черный фон с белыми буквами. Это не похороны. К сожалению, иногда бывают ситуации, когда бывают такого рода презентации. Кроме того, надо иметь в виду, что презентация на мониторе компьютера не всегда совпадает по цветовой гамме с презентацией на экране в аудитории. В аудитории из-за настроя компьютера и проектора цвет может менять. Ну, например, если на мониторе красиво будет выглядеть на синем фоне белые буквы, то на большой экран это может не всегда хорошо выглядеть. Был случай в нашем университете на конференции, когда 506 аудитории вот на синем фоне большими буквами кто-то пытался построить свою презентацию. Ничего не получилось. Вот, надо иметь в виду, что, да, Иван, что презентация на нашем мониторе может отличаться от презентации на экране доски. Да. Брай, Брай, извините, есть просто по презентации некоторые такие замечания. Я просто сам это прошел и хочу с ребятами поделиться как бы опытом. Да. значит, ребят, фон обязательно не должен быть серым. Вернее, его можно сделать серым, но тогда можно подобрать какой-то такой контрастный цвет, чтобы глаза не болели, но чтобы буквы были выделены. Можно сделать зеленый фон, как вот Сергей Сергеевич предлагает вам, по-моему, в презентации, которую он показывает для как бы образца и сделать какой-то чтобы буквы были выделены. Анимация на данной презентации должна быть строгая, как бы чтобы она не выбивалась, не попадала и не не выпадала из общего какого-то контекста работы и не портила вашу презентацию. Следующий момент, когда вы приходите в аудиторию, а лучше приехать за полчаса, за 40 минут, чтобы проверить спокойно всю презентацию бронич, я думаю, меня поддержит в этом промежутке времени, потому что вот на своем опыте скажу, что я сделал на сером фоне синие буквы, мне было очень сложно работать с такой презентацией. Если бы я сделал презентацию немного по-иному, я представляю просто, как ее можно было сделать, то, может быть, что-то было бы... Алло, я не слышу, что там. Ну, окей. Получше. Окей, я сейчас скажу, тогда еще можно будет... Дальше. Первое, это дизайн презентации, уходить от черных цветов, от холодных цветов, они неприятные, лучше такие теплые цвета, но постельного типа. Сделайте какой-то свой фирменный дизайн, может быть, с калантитулом каким-то, без всяких хитростей, без всяких лишнего, потому что есть предлагаемый интернетом, паверфонд, разные формы, но когда они начинают повторяться, становятся не совсем интересными. Можно попытаться сделать свой фирменный слайд, и потом его копировать и туда вставлять нужную информацию. Да, Анастасия? Презентация, сколько слайдов, сколько, три, пять, сколько? сейчас определим, да? Значит, презентация, что должно быть в презентации, в каком виде? Типовая ошибка студентов, это копирование текста из ворда и вставляет в презентацию. То есть, копируем и вставляем, копируем и вставляем, а потом начинаем зачитывать. Это очень неприятно смотрится, избегайте этого, а надо делать скорее так. Презентация это для вас шпаргалка, воспринимайте это как шпаргалку. Точность формировок в презентации никто не проверяет и никого не интересует. Точность интересует при вашей формулировке. Вот, где там требуется точность, там объект, предмет, там цель, задача и так далее. Да, там требуется точность. Но так же бывает, вот сегодня у магистра видел в слайде там цель исследования, а дальше в тексте цель исследования и так далее. То есть два раза цель исследования. Зачем это надо? Вот, по крайней мере хорошо, вот эти необходимые атрибуты, как объект, предмет, цель, задачи, там методы, методики, их перечисления, да пусть будет как и в тексте. Однако, когда будете выступать, нельзя читать с презентацией. Как написанный текст начинаем нам иногда мешать, он сковывает наше внимание, мы начинаем по тексту читать. Текст пусть лежит рядом. На крайнем случае, мы разволнуемся, кто-то нас объет, мало что, всегда у меня есть запасной вариант, взять диссертацию, взять текст выступления и прочитал. Это на крайний случай, да, и знаю, что всегда лежит. Но надо рассказывать и показывать, что я не дурак, я владею своим материалом. Вы ведь выступая доказываете, что вы специалист в этой области. Если только начинаем читать презентацию, сразу показывает, что мы не владеем материалом, или мы плохо владеем материалом, так далее. Когда вы стоите спиной к презентации и называете основные компоненты и рассказываете, это совершенно другое ощущение. Молодец, вот понимает, знаете, так далее. Вот. А здесь ничего супер сложного нет. Мы это делали с выпускниками. когда на первых репетициях мы провели две интернет конференции с нашими выпускниками, которые в феврале, в январе защищали. Есть видеозаписи, потом я вам пришлю, вы сможете посмотреть выступления наших выпускников, как бюджетной группы, так и коммерческой группы. Я даже сейчас подготовлю того, чтобы посмотреть, но смотрю, что времени мало останется, поэтому сейчас мы не будем этого делать. Мы наверное проведем такую пред мини конференцию перед защитой, чтобы вы, кто захочет выступил по своими исследованиями, мы могли обсудить. И чем больше таких выступлений, хоть по 10 минут, тем легче будет потом выступать во время защиты курсовой работы. Вот. Так вот, в презентации вы, вот, типовая ошибка, когда берем куски и кладем, берем и кладем, а потом начинаем выступать и не отрываем глаз от презентации. Иногда я спрашиваю, это урок чтения? Это вы хотите проверить, правильно ли мы проверяем, как вы читаете текст, то есть, когда мы плохо владеем и начинаем текст, начинает владеть нами, управлять нами. Не мы текстом, а текст нами. Мы не можем оторваться как от письменного текста вот на бумаге, так и от текста презента. Поэтому большая опасность, когда мы начинаем зачитывать тексты. Это крайне плохо. когда вы излагаете свои результаты исследования, вы можете обозначить 1, 2, 3, 4. Это ваши основные мысли. И я всегда радуюсь, когда выступающий так красиво взглянул, или мне помог своими 1, 2, 3, 4 удерживать внимание. То есть, обозначить субъект, о чем он будет говорить. Типа, как план где-то, на каком-то этапе изложения. А он по этому плану идет и красиво излагает этот материал. Когда вы только начинаете много туда материалов, ну, в октябре у нас были такие случаи, они очень раздражали. Я не буду называть фамилии, мы их выгоняли, говорю, нет, все, до свидания. Потом тоже разбирались, насколько он сам выполнил работу. То есть, когда увидели, что студент плохо владеет материалом, он зачитывает, сразу вопрос, знает ли он материал. Тогда говорим, все, отложите все бумаги, все, по-честному разговариваем. И начинаем обсуждать, что вы читали, что вы поняли, какие основные ключевые понятия, трактуются, и тому подобное. Хочется понять, человек честно работал, или сделал компиляцию, плохо владеет, написал текст и думает, зачитывает. Вот. То есть, это серьезно, и на это прошло обратить внимание. Поэтому просто так сразу не получится, нужно проговаривать другу, подружке, родителям, родственникам, сестре, брату, и так далее, себе, в зеркало, один раз проговорю, второй раз, третий, четвертый, и когда надо будет выступать в аудитории, я уже знаю, я уже понимаю, я знаю, с чего начать, я знаю, с чего дальше, чем закончится мое выступление, и тому подобное. Поэтому в презентации нужно не копировать тексты и вставлять. А вот представьте, надо написать шпаргалку, подготовка шпаргалки это очень хороший способ запоминания. Потому что шпаргалка это выжимка. Надо минимальным количеством слов на минимальном количестве бумаги выразить основную мысль, которую потом надо развернуть. поэтому если грамотно писать шпаргалки, то это очень хороший способ запоминания своими материалами. Поэтому здесь презентацию можно рассматривать как определенную шпаргалку для выступления. Если будет много кусков больших и так далее, но вам трудно будет понять, что у вас там написано, вы будете пытаться бегать глазами по этому тексту, он будет вас раздражать, мы будем смотреть на вас, будем раздражаться и пошло и поехало. Вот, поэтому в презентации не нужно копировать из ворда документы и вставлять, пусть изведение, пусть будет, а боимся ошибиться, обидеть предмет, цель задачи. Хотя, как я уже говорил, там тоже при выступлении надо иметь ввиду, комиссия, как и при любом выступлении, очень внимательно смотрят вначале. И первой минутой является определяющей, вас будут внимательно слушать или нет. Когда будет внимательно вас слушать и радоваться вами? Когда вы выступаете без бумаги и без опоры особенного взгляда на презентацию. Он молодец, понимает суть. У нас с Ощином Илья было, когда он проходил предзащиту за два метода до защиты, у него даже не было, он не делал презентацию, у него не было презентации. Он вышел без презентации и по своей проблеме, как начал рассказывать, настолько интересно и так далее. Знаете, вот я с таким удивлением, радостью, первый раз я вот так вот слушал, действительно. Единственное, что эмпирический участок излагать проблематично. Нам на слух восприниматься там все равно какие-то закономерности, там какие-то графики, рисунки, визуализации, да, там данных. Естественно, что и выразить это словами не так легко и как бы и воспринимать это трудно. Он сделал презентацию на защиту. Так он выступал хуже, чем на предзащите с презентацией. Точно хуже. Потому что он читал презентацию. Может быть навыки и работы с презентацией недостаточно были и так далее. А я сравнивал эти два случая. Мне было очень интересно как он изменился, да, но изменился не к наилучшему варианту с помощью презентации. Но это не значит, что не надо делать презентацию. Надо грамотно делать презентацию. Надо делать так, чтобы презентация была подсказкой, шпаргаткой. Вы конденсируете мы. Никто не оценивает вами выполненную работу на основе текста презентацию. а на основе вашего выступления цель. Как вы владеете, как вы комментируете, если там у вас рисунок, то вы как этот рисунок комментируете. К рисункам себе надо подписать текст. Не то сказать, посмотрите рисунок. Ну и что? Вот сегодня Людмила Филипповна у магистров часто задавала, говорит, ну вы комментируете рисунок? Что на основе этого рисунка можно понять? Что вы хотели с помощью этого рисунка сказать? Ваши комментарии этого рисунка, анализ результатов, а потом уже интерпретация. Вот, но это когда уже эмпирическая часть пойдет, да, там будут и таблицы, и диаграммы, и столбиковые, круговые диаграммы, да, и так далее, и тогда будет стоять вопрос, как грамотно, как грамотно представить эмпирическую часть исследований. Ну, у кого вторая курсовая, мы будем это обсуждать, готовиться тоже проговаривать. Так, сейчас пока по теоретической части. У меня есть, я посмотрел, сейчас я зайду, возьму несколько презентаций из архива, которые есть. Я зашел под роль ведущего для того, чтобы посмотреть и вам какие-то вещи подсказать, когда мы будем репетировать, так, вот, Мария Гурева. Ну, давайте посмотрим. Ну, вот, видите, так, здесь что-то интернет, да, ну, такой предварительный разговор, да, вот, что-то или у меня, так, ну, вот, есть темно, такие зеленые полосы, посмотрите, студентка, кто выполнен мелкими-мелкими буквами, почти не видно, на зеленом фоне, у меня на темно-зеленом фоне красными буквами, да, вот, хорошо, что есть символ, логотип, факультет, дистанционного обучения, не хватает МГППУ, есть логотип МГППУ, есть другой логотип, факультет, он более приятный, мы можем вам потом послать, да, и можете использовать, но вот красный шрифт, это красный, знаете, все-таки, это означает, когда преподаватель, учитель проверяет, да, у нас остается такое восприятие, что это как бы с ошибками, с проблемами, и так далее, этот цвет не для текстов таких, да, красный, он не подходит, посмотрим, вот смотрите, актуальный, да, видите, сколько текста, это текст взятый с курсовой, скопированный, вставили, ну вот представьте, вы выступаете с таким текстом, вам-то хочется читать этот текст, вот, и что, вы начнете читать, комиссия смотрит, вы читаете, вот, смотрит, и комиссия следит глазами по этому тексту, что комиссия проверяет правильно ли мы читаем текст, нет, ощущения будут плохими, вот, лучше написать 1, 2, 3, 4, 5, чем обусловлено, проблематика, актуальность данного исследования, чтобы на основе 1, 2, 3, 4, рассказывать о проблеме исследования, вот, проблема, но опять красный шрифт, он, здесь видите, да, есть такой, может быть, дизайн неплохой, для подзаголовка, вот там белая полоса, да, а здесь зеленая, но красный шрифт не самый подходящий, состояние разработанности проблем, да, вот смотрите, больше нет, вот один слайд, состояние разработанности, изучение самосознания личности, составляющим основу самоотношений занимались многие зарубежные, отечественные, надо вычитывать ошибка, отечественные, отечественные, психологи, в частности, Джемс, Эриксон, Роджерс, Вгодский, Леонтех, Рубенштейн, ну и все, смотрите, есть теории более высокого уровня, есть концепции теории более низкого уровня, кто конкретно, допустим, разрабатывает какие-то отдельные аспекты, к Джемсу, к Эриксону, Роджерсу, Вгодскому можно приписать здесь не только самосознание личности, но и многое другое, да, вот, поэтому здесь, если бы перечислить один, два, три, четыре, пять, и потом красиво это представить, хотя во время второй курсовой уже никто не разрешит это делать, мы потеряем время, во время второй, первой, мы пока учимся эту часть представлять, поэтому вот в таком виде плохо, не смотрится, и вам неудобно, удобнее было, если мы выделили один, два, три, четыре, пять, и для себя, когда вы работаете над проблемой, четко себе конкретизируйте через пункт один, два, три, четыре, пять, смотрим дальше, объект, объект, вот смотрите, есть заголовок объект, исследование, и здесь объект исследования, зачем, вот, то есть дублировать, правильно, объектом, объект исследования, можно было ставить самоотношение личности, все, дальше, предмет, 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 опять дублируем, то есть у нас или дали трафарет слайда, мы взяли, да, а потом копируем и вставляем, не надо дублировать, уже один раз обозначено, предмет, да, особенности самоотношения, кроме того, обратите внимание, вот, если грамотно представить всю структуру, то предмет, дублирует, по большому счету, название темы, название темы, помните, помните, закрыв глаза, поэтому, зачем смотреть на слайд и зачитывать предмет исследования, если мы знаем, что это дубликат темы исследования, поэтому, мы можем отвернуться от доски спиной и прекрасно оформить, предметом исследования является самоотношение и так далее, правильно, вот, то есть, не надо смотреть презентацию, дальше, объект это шире, у объекта, вот, смотри, там самоотношение, здесь особенности самоотношения, особенности самоотношения, убираем первое слово, особенности, будет самоотношение, вот, и сейчас, когда вы паникуете по поводу водной части, объект, предмет, цель, задачи, мы столько мучаемся в тиле, столько мы часов это объясняем, и в результате все равно мы делаем огромные ошибки, вот, и никак не могут освоить, я говорю, это примитивно, предмет, перепишите название темы, объект, уберите первые слова, это станет шире, и вы получите объект исследования, и чего нам усолит целый семестр про это, вот, все примитивно, ничего сложного нет, это не суперсложно научно-исследовательская работа, где какие-то хитрости кроются, то есть предмет понятно, тублируем тему, убираем первые слова, появляется объект, цель, тема у нас как была, особенности самоотношения, добавили глагол, здесь лучше там не изучение, изучение это процесс, а даже и не изучить, изучить сегодня Людмила Филипповна Апухова при защите махистского, это как бы завершить, а лучше выявить особенности самоотношения не выявление особенностей выявление это процесс вот должно быть определенно завершить выявить особенности самоотношения лиц юношеского возраста и никаких хитростей нет все примитивно а мы целый семестр изучаем в ТИДе как сформулировать цель и следовать то есть выявить особенности самоотношения задачки теоретически эмпирически эмпирически когда будет вторая курсовая работа вы в данном случае у вас у кого первая курсовая у вас есть две главы теоретической методы исследования значит там выявить методы исследования и так далее там классически провести анализ психологической литературы смотрите представление в такой форме презентации задачи зачем липать все шесть в один слайд кто нас ограничил в количестве слайдов вот можно спокойно взять четыре задачи и другой слайд пятую шестую задачу надо позаботиться и о читающем объекте предмет в принципе можно на один слайд это один такой компонент исследования правильно можно как бы здесь еще кстати зависит знаете кто будет управлять презентацией если у вас есть друг соратник сокурсник который будет следить за компьютером он будет щелкать это будет атаспет если вы будете бегать и будет много слайдов между экраном и между компьютером то слишком много слайдов будет плохо еще такой жизненный опыт бывает если кто-то управляет ну допустим я иду на конференцию предполагаю что у меня будет ноутбук там я смогу сам управлять я делаю больше слайдов понимая что я могу их быстро пролистать правильно не должен сидеть 5 минут на одном слайде может быть 3 секунды я там посмотрю по ситуации времени меньше уже в конце выступления меньше времени и я уже тороплюсь я тогда могу что-то быстро пролистать чтобы времени заниматься на что-то остановить внимание вот и вдруг там нет ноутбука кто-то другой управляет и вот тогда если у меня там 25 слайда каждый раз говорю следующий слайд следующий слайд следующий слайд я для себя много раз как бы понимал что надо готовить два варианта презентации один вариант если я буду управлять другой если будет управлять другой если будет управлять другой то нужно меньше слайдов а их делать более содержательными тогда будет меньше говорить следующий следующий слайд тогда я буду больше останавливаться на одном слайде и так далее вот вы между собой договаривайтесь нет сотрудников кто сидит за компьютером вы между собой определите кто будет вашу презентацию листа да если вы не сами лучше вы стоите у экрана рассказывайте работайте с комиссией вот а вашу презентацию листает другой но у нас есть мышка беспроводная и где вы будете стоять у стола вы можете сами управлять своей презентацией этой мышкой это тоже надо иметь ввиду да или алена да друг другу выпускники волонтер или помогали и так вот задачи смотрите 6 задач влепили в один слайд красным текстом да вот пусть Марина не обижается просто она уже защитилась молодец одна из лучших наших студентов который очень старательный и так далее ну просто не обратила внимание это еще наверное было знаете как мы шли на конференцию и она выступала в рамках конференции или предзащиты и так далее не помню сейчас как там было вот то есть видите как вот так кроме того я бы в этих выделю глаголы позициях провести анализ там каким-то подчеркнул слова и так далее вы выявить уровень самоэффективности и тому подобное сейчас я пока не касаюсь правильности формулировки задач это отдельный разговор это Сергей Сергеевич вам объясняет в ТИДе объясняет типы эмпирические теоретические задачи их формулировки и так далее сейчас по поводу самого представления дальше ой прошу прощения сейчас потом еще есть другая где уже значительно лучше я вам покажу так задача гипотеза дублируется гипотеза гипотеза да вот окей поехали дальше теоретика металлогические основания исследования и гипотеза и рэй это гипотеза Продолжение следует...